Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Еще в июне 2019-го президент России Владимир Путин говорил о важности регулирования системы дорожных камер. В рамках госсовета он, в частности, указывал на то, что закрытие камер фото- и видеофиксации на опасных участках дорог служит не снижению аварийности и сохранению жизней, а лишь подводит водителей под штрафы. И вот прошло полгода, и ничего не изменилось. Выяснилось, что в Самарской области комплексы фото- и видеофиксации, несоблюдение правил дорожного движения устанавливали с нарушениями. Таким выводом в ходе проведенной проверки пришла региональная прокуратура. В частности, зафиксированы нарушения в Большечебниговском, Исоклинском, Сызанском районах и в Чапаевске. Допустили их частники, которых нанимают для расстановки передвижных камер. По заявлению надзорного ведомства, сотрудники компании нарушили требования ГОСТа о том, что комплексы нужно ставить на расстоянии 3 метров до края проезжей части. Так устанавливали их ближе положенного расстояния, зачастую на глаз. Еще их устанавливают под другим углом, в удобных местах. В итоге одно устройство, штрафующее автомобилистов, способно за день принести десятки, а то и сотни тысяч рублей. В прокуратуре отметили, что это повлекло несоблюдение корректного контроля скоростного режима, а также создало угрозу безопасности дорожного движения. И, конечно, массовые нарушения при установке камер Тренок фиксируются не только в Самарской области, а в большинстве регионов. И такие нарушения допускаются намеренно. Если камеры ставить исключительно по закону, количество штрафов автоматически снизится. Добровольно на это мало кто пойдет. И в дальнейшем, увы, на нарушения, скорее всего, будут попросту закрывать глаза. Ведь навести порядок – это значит отказаться от миллионных доходов. Бюджет не в силах отказываться от такой статьи доходов. Зачастую на дорогах специально создаются ловушки. Такие места, где не нарушить правила движения, водителю практически невозможно. Именно там и ставятся камеры. Однако это не работает на снижение аварийности. Не работает на повышение безопасности движения. Это работает лишь на повышение прибыли. И дискредитирует всю систему наказания. Глава движения автомобилистов России Виктор Похмелкин уверен, что коммерческие организации, работающие в регионах на основании договоров государственно-частного партнерства, не готовы без боя сдать свои позиции. Такой бизнес никто отдавать не хочет. Это понятно. Поэтому все остается так, как и было, пояснил портал Федерал пресс эксперт. По его данным, внушительную долю прибыли от оформленных штрафов участники кладут себе в карман. Так, в некоторых случаях, по данным Похмелкина, коммерсанты забирают себе до 90% полученных средств. По словам эксперта, перевести этот бизнес в цивилизованное русло будет крайне сложно. Он предположил, что прослеживается коррупционная связь. Похмелкин не исключил, что отдельные чиновники получают откаты от этого успешного бизнеса, являясь тем самым его лоббистами. Судите сами, только в Самарской области на дорогах и трассах работают 1300 стационарных и 200 передвижных камер видеофиксации. Лишь за первое полугодие 2019 года они «поймали» 1 миллион 600 тысяч нарушений. Общая сумма предъявленных водителем штрафов составила, внимание, 1 миллиард 200 миллионов рублей. На условии анонимности источник в одном из региональных управлений ГИБДД сообщил, что менять систему пока никто не собирается. Система работает, ни один инспектор не выпишет столько штрафов, сколько камера, пока стоит задача увеличивать число комплексов фото и видеофиксаций. На сегодняшний день вполне определенно прослеживается динамика увеличения количества камер на дорогах. Если позапрошлым году лидером по количеству была Мордовия – 1109 камер, то сегодняшний лидер – Татарстан – может похвастаться уже почти четырьмя тысячами камер. Самарская область, занимавшая некогда третью строчку, откатилась вниз, хотя и увеличила абсолютные показатели. Ее сосед, Ульяновская область, находится на восьмом месте – 381 камера. Что делать? Уверен, что системы фото- и видеофиксаций должны быть переданы в ведение государства. Их должны контролировать либо ГИБДД, либо Министерство транспорта. Хватит все отдавать частнику без всякого контроля за ним. Злоупотребления повторяются раз за разом. И в видеофиксации нарушений ПДД, и в работе эвакуаторов. В последнее время все больше копятся нарекания на отданные в аренду общественный транспорт. Мы докатились до того, что завтра на аутсорсинг отдадут скорую помощь. Резонный вопрос. Если все отдать частникам, то совсем непонятно, зачем нам миллионы чиновников. Это была программа «Цифры» и Андрей Старшкин. Увидимся. Продолжение следует...